Это материал, из которого все сделано во Вселенной. Это энергия жизни. Качество и количество праны в человеке определяет абсолютно все. Это и здоровье, и успех или неуспех в жизни. Все в конечном итоге зависит от праны. Будет все хорошо с праной, будет хорошо и здесь, в этих сферах. Но если праны не хватает, человек просто не может быть здоровым. Это значит, что у него обязательно будут какие-то болезни. Но это может быть не самое страшное. Всякий человек может заболеть. Мало ли что случилось, там кирпич в голову попал, под лед провалился, трактор наехал, всякое бывает. Вот. Если праны не хватает, то выздороветь человек не сможет. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот два человека заболели одной и той же болезнью. Один выздоровел, другой умер. Какая разница между ними? Во-первых, разница в прана. В первом случае, тот, который выздоровел, у него праны больше. Тот, которому не повезло в этой жизни, а может наоборот, повезло. Мокша быстро отмучился. А у него этой самой праны было меньше. Вот и все. То есть, если мы говорим о праной, то есть вот некий критический уровень праны, до которого она может опуститься. Будут последствия, конечно, но не летальные. Но если прана опускается ниже критической отметки, то человеку этому уже больше не жить. Что бы ни случилось. Потому что в целом содержание праны в человеке определяет его жизнь. То есть, мертвый и живой человек отличаются только одним. В мертвом уже нет праны. А все остальное то же самое. Вот человек был секунду назад жив, две секунды назад, и лежит мертвый. Что изменилось? Вот что изменилось? Визуально ничего не изменилось. Все то же самое. А жизни нет. Почему? Потому что нет праны. Вот и все. Прана исчезла. Поэтому прана это основа всего. Недаром мы... Один из наших основных курсов, который я рекомендую всем, и который мы уже много лет ведем на непрерывной, постоянной основе, это пранаяма. То, что мы делаем сейчас по субботам в 11 часов. Но у нас, правда, тематические сейчас идут занятия. Это лая, тантра, йога. Потому что пранаяма это часть кундалини йога. Это кундалини йога, часть лая йоги. Поэтому у нас там не только пранаяма, там многие другие вещи мы делаем. Сейчас мы там избавляемся от страхов и кошмаров. Но, в принципе, этот курс идет у нас на постоянной основе. Потому что пранаяма... Почему вот такое большое внимание уделяется в йоге пране? Ну, по одной простой причине. Потому что пранаяма дает человеку возможность увеличить содержание праны в себе. И нормализовать все панчо пранос. Или панчо ватос, их по-разному можно называть. Пранаяма это такой кумулятивный, интегральный метод, с помощью которого человек может восстановить в себе прану. Если ему не хватает увеличить, если у него там какие-то дисбалансы между панчо праносом, он может таким образом нормализовать. Поэтому йога и говорит, что если человек не занимается пранаямой, то как бы особо ничего ему такого не светит. Потому что пранаяма в переводе санскрита означает контроль и управление праной. Если человек контролирует прану, если он контролирует эту жизненную энергию, которая лежит в основе всего, что происходит в жизни человека, значит он контролирует саму жизнь. Поэтому она называется пранаямой и является одной из составляющих аштанга йоги. Когда у человека не хватает праны, он тупеет. Его уровень развития сознания, если это можно назвать так, он снижается автоматически. Потому что здесь существует прямая закономерность. Чем больше в человеке праны, тем выше уровень сознания. Чем выше уровень сознания человека, тем больше у него праны. Здесь прямая опять-таки корреляция между тем, что я рассказывал на занятиях о деньгах, о богатстве и бедности. Что такое богатство и бедность? Богатство и бедность – это состояние сознания человека. Если у человека достаточно праны, у него будет достаточно денег. Если у него недостаточно праны в сознании, у него этих денег будет тоже меньше. Но чем выше уровень развития сознания человека, тем больше у него праны, тем больше у него денег. Здесь идет не только о деньгах, конечно же, здесь идет о всех аспектах жизни и деятельности человека. Потому что прана – это материал, из которого сделаны все события, явления и процессы. Если у человека достаточно праны, у него достаточно материала, для того, чтобы создать какой-нибудь процесс, создать какое-то событие. Если праны не хватает, то не есть, чего это делать. Так вот, когда падает уровень праны в человеке, падает в нем все. И прежде всего сознание человека становится глупеет, он тупеет, он становится безинициативным, он становится очень ригидным, не склонным к переменам. И что очень характерно, он перестает смотреть в будущее. Он начинает все больше и больше смотреть в прошлое. Вы обратили внимание, например, на такую вещь, что пожилые люди очень хорошо помнят то, что было 20, 30, 40, 50 лет назад. Но не помнят, какой фильм они смотрели, может быть, вчера вечером. А сегодня утром вы спрашиваете. Обращали внимание, да? Почему? Да очень просто. Потому что праны нет. Нет праны. И когда уровень праны снижается, то снижается энтузиазм, снижается вера человека, его устремление к чему-то. Он отворачивается от будущего и разворачивается в прошлое. Вот как только вы начинаете вспоминать прошлое, жить прошлым, переживать какие-то события, которые связаны с прошлым, были старые обиды вспоминать и так далее, и так далее. Это свидетельство того, что уровень праны снизился. А чем больше человек это будет делать, тем больше он еще дальше будет снижаться. То есть это такой замкнутый крок. А фактически, на самом деле, причина это снижение уровня праны. Нарушается восприятие человека. Все панчи джинанындри и пять органов восприятия, их уровень чувствительности снижается на всех сферах. Это иметь прямое отношение, например, к нашей теме о тантре. Вот у нас было очень интересно, мне уже рассказывали, что потрясенные совершенно девушки подходят ко мне и рассказывают о нашем занятии, которое было в субботу. Вот, что они были в шоке абсолютном, когда узнали такие вещи. Просто потрясены до глубины души, со слезами на глазах. Вот. Так вот, снижение уровня праны приводит к снижению уровня чувствительности. Во всех аспектах жизни, и в том числе здесь, чем меньше праны, тем меньше радости от жизни. Все просто. И, наконец, когда уровень праны снижается ниже критической отметки, человек может впасть в депрессию. Он настолько становится, ну, ригидным, что просто теряет всяческий интерес к жизни. Кстати, это происходит у очень многих людей перед смертью. Как раз, когда перед смертью уровень праны резко снижается, люди перестают там интересоваться будущим, впадают в депрессию, там вспоминают прошлое, они через какое-то время умирают. Я об этом рассказывал на занятиях, посвященных смерти. Вот такие проблемы возникают у человека, когда у него снижается уровень праны. Но самый простой способ, конечно же, это пранаяма. Это то, что я вам рекомендую. Если вы будете заниматься пранаямой, уровень праны у вас будет всегда больше, чем достаточно. Да? Эти состояния, которые вы описываете, они очень напоминают состояние капки. То есть, они весь, врача означает, что все капки, они полипол... Совершенно верно, совершенно верно. Потому что, когда снижается вата, понижается капха, когда понижается капха, повышается вата. Эти две доши, хотя они стоят не напрямую рядом с собой, между ними находится питта, да? Они связаны очень тесно. Вата поднимается, капха понижается. Капха повышается, вата понижается. Это типичная картина, на самом деле. Мы к этому вернемся, мы можем использовать этот принцип для регулирования доши. Об этом я буду рассказывать дальше. Потому что, как напрямую, непосредственно воздействовать на доши? Существует много способов. Не будем забегать вперед, я об этом расскажу позже. Продолжение следует...